Сегодня интересная тема – программа локальности для производителей. Для тех, кто занимается производителем в том числе и повседневных товаров, там, может быть, молоко, какие-то игрушки, какие-то, может, косметика и так далее. Мы сегодня поговорим как раз об этом, каким же образом UDS помогает для данных компаний. И в конце, после выступления, вы сможете задать любые вопросы, и мы можем уже детально рассматривать какие-то конкретные пункты. Ну что ж, поехали. Сразу говорю, запись вебинара будет размещена на официальных каналах UDS. Официальный канал UDS – это у нас UDS, отзывы предпринимателей. Вы сможете найти все видеоролики и вебинары от нашей компании. Хорошо. Да. Мы разработали процесс работы с производителями и в том числе с поставщиками. Данный процесс позволит производителям увеличивать продажи. И это увеличение продажи будет за счет того, что у производителей теперь наконец-то появится возможность напрямую влиять на покупателей, чтобы они покупали больше. И тем самым были заинтересованы больше в их товаре, чем в товарах их конкурентов. То есть этот процесс, он увеличивает продажи, увеличивает количество новых клиентов, покупателей данного товара, увеличивает количество повторных продаж, ну и в том числе позволяет налаживать коммуникации с конечным покупателем и собирать обратную связь, либо списываться с покупателем, коммуницировать на какие-либо вопросы, которые возникают у покупателя. Какие же задачи решает процесс, о котором мы сегодня расскажем? Тот функционал, о котором мы вам сегодня расскажем. Как я уже говорил, это увеличение продаж конечному покупателя. Это когда клиент выбирает именно вашу продукцию вместо конкурента. То есть вот, например, на полке стоит две бутылки молока, и чтобы клиент именно выбирал вашу бутылку молока, а не конкурента. Вообще это одна из самых главных задач поставщиков, именно производителей, потому что дилеры, ну, например, какой-то магазин, он не заинтересован в продаже конкретно вашего товара. Ему без разницы, что купит другое молоко, неважно, какую купят бутылку молока, лишь бы купили его. А производителям необходимо именно мотивировать к покупке их конкретного товара. Это в том числе увеличение оптовых заказов. То есть понятно, если интерес покупателей будет к конкретному товару, то будет больше продаж, и, соответственно, быстрее будут скупать товар, и, соответственно, оптовые заказы от этого вырастут, потому что популярность товара, она выросла, и его количество покупок. Это позволит анализировать целевую аудиторию, то есть это позволит на своей стороне производителям и поставщикам формировать клиентскую базу и видеть, кто их клиент. Это рост аудитории, потому что UDS – это агрегатор, и он позволяет продвигать компании внутри этого агрегатора. Это бесплатная коммуникация с клиентом, напрямую с клиентом через пуш-вдомления и через сообщения. И получение отзывов о продукте напрямую от покупателя. У производителя не всегда понятно, ну, тоже необходима коммуникация, не всегда понятно, чтобы покупатель хотел бы поменять в товаре или что ему не нравится в товаре, поэтому этот процесс, он позволит в том числе и напрямую понимать, что покупателям нравится или не нравится, чтобы в дальнейшем строить стратегию, может быть, упаковку менять, может быть, этикетки менять и так далее. Каким образом это работает? То есть у компании, у UDS, вспоминаем мы, на текущий момент уже более, не 22, а даже более 23 миллионов человек, которые скачали приложение и которые используют приложение. Среди них есть и покупатели, которые покупают продукты данного производителя. То есть карточка производителя будет размещена в данном агрегаторе, и клиенты смогут сканировать чек покупки, дальнейшую попадать в клиентскую базу. Давайте рассмотрим этот процесс более детально. Допустим, мы идем в какой-то магазин, ну, пусть будет пятерочка или магнит, непринципиально. Производим там покупки. Мы это все рассмотрим, давайте, на примере производителя молока. Вот у нас здесь на картинке даже изображена компания такая, UDS Milk, как будто мы производим молоко. Мы пришли в магазин, совершаем различные покупки. Покупаем вот это молоко, UDS Milk, покупаем там какие-то шоколадки, какие-то крупы. Ну, наши такие повседневные покупки. Производим покупки, рассчитываемся. Все как обычно. Рассчитываемся на кассе, и в дальнейшем у меня в итоге есть чек покупки. Такой же обычный чек, который мы получаем ежедневно. Я беру приложение UDS, открываю страничку этой компании, UDS Milk, и нажимаю кнопку «Сканировать QR чека». Я сканирую этот чек, и система имеет возможность понять, что в этом чеке было куплено и на какую сумму. Система определяет, что в этом чеке есть то самое молоко, UDS Milk, и оно было куплено, например, на 500 рублей. Исходя из этой суммы, клиенту автоматически начисляются бонусы в UDS. Вот и все. То есть начинается запуск работы программы лояльности. Ну и тут, как и в обычном процессе работы в UDS, после совершения покупки, то есть после совершения начисления бонусов, клиент сразу попадает в клиентскую базу. Идем. На что можно потратить бонусы? То есть клиент таким образом сканирует чеки своих покупок, он копит бонусы. Копит бонусы нашего UDS Milk, то есть наши бонусы копит. На что он их может потратить? Здесь вообще огромные возможности для фантазии. На что может потратить бонусы? То есть каждый производитель сам может решить, что он будет давать в качестве бонуса. Например, это могут быть какие-то онлайн сервисы. Например, на подписку на ИВИ, подписку на Литрес. То есть давать клиентам определенные промо-коды за определенное количество бонусов. Вот я, например, накопил 500 бонусов и могу их в мобильном приложении, в каталоге поменять на двухнедельную подписку ИВИ. Или могу поменять на подписку Озон Премиум. Или могу поменять на книгу бесплатную в Литресе. Или могу поменять на какую-то кружку. Или я могу поменять на какую-то игрушку брендированную. И так далее. Мы здесь рекомендуем о том, что подарки были больше приближены к компании. То есть это лучше работает, когда это какие-то брендированные подарки. Например, там это медведи. Но я просто почему медведи вспомнил? Потому что я помню, у Кукуковой была такая акция, когда необходимо было собирать крышки из бутылок. Я видел, какое это обладает популярностью. Потому что куча людей собирало эти крышки. У меня есть знакомые, которые этим занимались. И собирали крышки для того, чтобы получить вот этого брендированного медведя. Там была у них акция еще с кружками. И люди тоже этим занимались. Собирали крышки, чтобы получить вот эти классные бокалы какие-то брендированные классные. Поэтому вот такие физические подарки, они лучше работают, чем онлайн подарки. Поэтому мы здесь рекомендуем производителям именно давать какие-то более такие приценифицированные, более такие живые подарки. В итоге покупателю, то есть приходим опять снова к случаю, когда клиент стоит на полке и он думает, какое же молоко выбрать. И в данном случае у нас имеется конкурентное преимущество. Зачем ему покупать молоко конкурента, когда он лучше купит ваше молоко, тем более он и будет участвовать в бонусной системе и будет получать подарки. То есть здесь мы получаем определенное преимущество среди своего конкурента. К тому же наша коммуникация с клиентом, она тоже будет повышать лояльность нашего бренда. Идем дальше. То есть вот как раз мы перешли к вопросу коммуникации. Все происходит автоматически. То есть клиент, еще раз вспоминаем бизнес-процесс, клиент сканирует чек, ему автоматически копятся бонусы и он автоматически попадает в клиентскую базу со своими данными, клиентскую базу производителя. Клиентская база производителя имеет возможность коммуникации с клиентами. Первый вид коммуникации, что клиент, совершая покупку, он может оценить качество данного молока в нашем случае. И он ставит звезды о том, что, например, можешь поставить 4 звезды и сказать, слушай, у вас там, не знаю, какая-то упаковка неудобная. Или там тоже на что-то либо пожалуйста, или на продукцию пожалуйста, нам бы хотелось какой-то другой вкус. Или внести какие-то свои предложения. И вторая коммуникация, это бесплатное пуш-ведомление. То есть это напрямую сообщить клиенту о том, что у вас появилась новая продукция, у вас появилась продукция с новым вкусом, у вас появилась продукция с новой упаковкой. То есть напрямую на покупателя, с покупателем общаться бесплатным способом, бесплатное пуш-ведомление. Вся клиентская база, вот здесь это определенная особенность UDS, то что вся клиентская база, фамилия, имя, пол, возраст, дата рождения, номер телефона и так далее. Теперь производитель имеет к этому доступ. Мы потому что знаем, как производители работают, заметили, как некоторые производители работают с некоторыми там кэшбэк-сервисами, и они у них заказывают какие-то промо-акции. И мы уточняли по этому вопросу, и все эти кэшбэк-сервисы, они не предоставляют клиентскую базу доступ к данным клиентам. То есть они просто говорят, мы провели вам промо-акцию, и, соответственно, вот у вас произошло вот столько покупок. Вот такая просто статистика. Но производитель не имеет доступа к этой базе, чтобы в дальнейшем с этой базой налаживать отношения и налаживать коммуникации. В UDS же такая возможность есть. То есть эти бонусы, они конкретно ваши, как производители, вы сами решаете, на что клиент может их потратить. Вы сами решаете, добавите эти бонусы, убавите эти бонусы. Вы можете клиента поздравить с днем рождения, потому что такой функционал есть в UDS. Проще говоря, весь функционал, который есть в UDS, по коммуникации и работе с клиентами, все это возможно в том числе и для производителей. То есть весь этот функционал, весь этот набор, он доступен. Хорошо, сколько же это стоит? Это стоит, плата состоит из двух частей. Первая часть называется лицензии UDS. И здесь необходимо приобретать обычную стоимость лицензии UDS про тариф. Стоимость этой лицензии покупки 76,320 рублей, 76 тысяч. Абонентская плата состоит 2400 тысяч рублей в месяц за размещение данного бренда в трех городах. То есть UDS-агрегатор, там есть клиенты, могут выбирать города, в которых они участвуют в бонусной системе, и можно размещать свою компанию в различных городах. То есть три города дается сразу за текущую абонентскую плату за 2400 рублей в месяц. И если компания-производитель хочет размещаться в рубрикаторе и в других городах, то начиная с четвертого города до платы к абонентской плате будет плюс 400 рублей. Разберем на примере. Вот у нас есть UDS Milk. UDS Milk говорит, я хочу размещаться в 10 городах. Сколько это будет стоить? Во-первых, необходимо купить лицензию 76 тысяч. И в 10 городах. Три города входят в абонентскую плату 2400, остается 7 городов. 7 городов умножаем на 400 рублей. Сколько получается? 28 тысяч, по-моему, да? Ну и плюсуем к 2400. По-моему, правильно, я не ошибся с ноликом. 400 умножаем на 7. А, нет, 2800. Я все правильно понял, что ошибся с ноликом. То есть в данном случае абонентская плата будет 2400 рублей и за 7 городов за размещение еще плюс 2800 рублей. Итого получится у нас 5200. 5200 рублей в месяц будет абонентская плата у данной компании, которая размещается, например, в 10 городах. Годовая абонентская плата будет 5200. Если за месяц, то годовая будет 52 тысячи, потому что два месяца в годовой подписке предоставляется бесплатно. Это то, что касается покупки мобильного приложения, сервиса по работе с клиентами, UDS. Есть вторая часть оплаты. Это что касается сканирования чеков. Сканирование чеков оплачивается отдельно, потому что есть за это, за онлайн сканирование чека, это действительно платный сервис. То есть сканируя QR-код в чеке. И оплата здесь следующая. Здесь зависит от того, какое количество сканирования чеков будет в данной компании. То есть, ну если, например, в сутки будут сканировать 10 тысяч чеков, а в месяц будет до 300 тысяч чеков сканироваться, то оплата будет 75 тысяч рублей в месяц плюсом. 75 тысяч рублей в месяц. Здесь получится, по-моему, то ли 50 копеек за запрос, либо 25 копеек за запрос. Но можно поделить. Если вдруг количество запросов в месяц будет больше, чем оплаченный тариф, смотрим на четвертую колонку, то необходимо будет доплачивать 0,75 копеек за запрос. Если вдруг запросы лишние. Мы при этом, если количество запросов будет стабильным, ну то есть количество оплат данным производителям будет стабильным, и количество запросов будет много, то вот эти тарифы по запросам, действительно их цену можно пересматривать. То есть мы поговорили с сервисом, который производит сканирование чеков, и они сказали, если ваши клиенты будут стабильно оплачивать и будет большое количество запросов, то можно немного поторговаться. То есть такая возможность будет в случае, можно сказать, стабильного оборота. В принципе, у меня на этом все. Большое спасибо за внимание. Теперь можно задавать вопросы. Теперь наконец-то у производителей появилась возможность строить отношения со своими покупателями и влиять напрямую на рост продаж и на повторные покупки, и на коммуникацию, и наложить коммуникацию с клиентами. Спасибо. Теперь блок вопросов. Давайте теперь, если вас что-то интересует конкретно, где-то стало непонятным, будем сейчас разбирать. Если делать сканирование не с чека, а с продукта, можно сделать, чтобы программа автоматически засчитывала покупку и начисляла бонусы. Я думаю, что, наверное, нет. Либо я что-то не понял. Ну, вот, например, мы стоим, опять вспоминаем, мы стоим около полки с молоком. И мы берем молоко, и я правильно понял, что я сканировать должен бутылку молока? Я же его еще не купил. Вот здесь непонятно. На бутылке продукции лучше размещать информацию. Мы об этом тоже в презентации один пункт там был. На бутылке молока, например, можно разместить информацию, что у нас есть бонусная система. Сосканируйте этот QR-код, чтобы накопить свой первый бонус после покупки. И клиент сканирует код, и его перебрасывает на скачивание приложения. Какие компании-производители нельзя заводить? Алкогольные можно, но в закрытом режиме. Что имеется в виду в закрытом режиме? Их компания не будет отображаться в рубрикаторе. И им нельзя будет отправлять пуш-обновления, касающиеся алкогольной продукции. То есть все в соответствии с законом. Еще раз напомню, в закрытом режиме это означает, вот есть рубрикатор UTS, вы скачиваете приложение, там сразу видны все компании, но алкогольные, табачные компании и компании, которые продают товары для взрослых, вы их не видите действительно в рубрикаторе. Вы эти компании увидите, когда только в них вступите, то есть когда совершите там покупку. Это мы называем компанией в закрытом режиме работы. То есть у них так же почти весь функционал UTS, но они работают в скрытом режиме, потому что можно эту информацию показывать только тем клиентам, которые там уже совершили покупку, тем самым они подтверждают, что им там больше 18 лет, и все в порядке. Можно ли будет использовать лицензию одновременно и в собственной торговой сети, и использовать накопленные баллы? Думаю, да. То есть если я правильно понял вопрос, то он заключается в следующем. Вот, например, вы производите молоко. Например, вы приходите к молоку, вы производите молоко, и вы продаете это молоко в пятерочке. Но еще у вас есть фирменные магазины вашего молока, где вы в розницу сами напрямую, можно сказать, от завода продаете свое молоко. И могу ли я использовать как накопление бонусов, как бонусную систему, как для тех людей, которые покупают мою молоко в пятерочке, и использовать эту же лицензию, в том числе и в своих фирменных магазинах? Да, можете. Вопрос так. В админ панели UDS при создании карточки товара возможно создать категорию и товар. Будет ли добавлена категория услуги? Категория услуги, насколько я знаю, насколько я помню, она уже есть. Посмотрите, пожалуйста, в настройках. Зайдите в пункт меню товара и услуги, нажмите там шестеренку настройки и посмотрите, в выборе там, по-моему, есть услуги. Хорошо. Спасибо. Есть ли еще какие-то вопросы? Вот здесь мне написали вопрос. Я только что купил лицензию, 8 товаров. Как мне правильно запустить продажи? Нужна внешняя реклама или можно как-то получить доступ к базе UDS? Вы можете приобрести рекламу в UDS. То есть, если вы хотите каким-то образом рекламировать свою компанию в агрегаторе UDS, то вы можете приобрести рекламу. По этому вопросу вы всегда можете обратиться к персональному менеджеру для того, чтобы рассказать именно о возможностях рекламы в агрегаторе приложения. Вчера заполняли товар за баллы. Там нет никаких категорий, все в одну кучу. А это не товар за баллы. Это другой раздел. Это раздел товары и услуги. То есть, это не в разделе товар и за баллы заполняется. Это заполняется в разделе товары и услуги. Это в прайсе заполняется. Там есть категории. то что я как раз показал но презентации товара забава пока не планируется разделять по категориям то есть вообще изменений либо доработки касающихся товара забава пока ближайшее время не планируется потому что этим функционалом почти не пользуется то есть если ну проще говоря обратной связи по данному функционалу и почти нет большинство предпринимателей хотят другие вещи и вот то что хочет большинство мы то и делаем для предпринимателей тут как бы все просто в виде режима голосования можно сказать если еще какие то вопросы я думаю по бизнес-процессу да все довольно понятно клиент скачивать приложение нажимаем кнопку сосканировать чек у каждого чека есть qr-код это сегодня как бы законодательство о том что в чеках есть qr-код потому что оплата проходит в онлайн-кассе и соответственно сканирую qr-код чека система определяет что в этом чеке есть что есть наш конкретный товар и соответственно от суммы купленного товара начиняются бонусы эти бонусы меня на подарки от производителя если так то промо продукты можно быть убить за деньги не совсем понял вопрос владимир не совсем понял можно ли купить подарки за деньги так имеется ввиду нет подарки за деньги нельзя будет купить в данной схеме но мы как бы рассматриваем что в данной схеме мы рассматриваем что клиент будет оплачивать эти товары баллами, бонусами. Данная презентация, кстати, будет выложена, информация для наших партнеров, данная презентация будет размещена сегодня в пэк-офис. То есть вы в дальнейшем эту презентацию можете использовать для презентации потенциальным клиентам-производителям. Если будет сторна товара или кто будет собирать все чеки у кассы? Если будет... Не совсем понял вопрос. Никакие чеки у кассы собирать не нужно. Все происходит автоматически. И еще раз... Ну, я покажу презентацию о том, что вот покажу именно механику. Вы можете ее сфотографировать. Вот здесь описана механика. Здесь никаких чеков собирать не нужно. Конечно же, просто берем, нажимаем кнопку сканировать QR-чека, сканируем QR-код, который есть на чеке, и, соответственно, все это магическим образом автоматически начисляется и происходит. Промо-товары же не в разделе товара за баллы. Да, промо-товары не в разделе товара за баллы, а в товарах фрайсы. Но все равно их нельзя купить за деньги. Можно только поменять на бонусы. Все. Похоже, вопросы закончились. Спасибо вам большое за участие в вебинаре и за ваши вопросы. Презентация будет размещена для наших партнеров в BackOffice. И в том числе запись этого вебинара будет. Она будет размещена на официальных каналах наших, как в Telegram, так и на YouTube. Все. Большое спасибо. Будем на связи до следующих вебинаров.